Дальше у нас грустное и в то же время... Зачем мы смотрим это видео? Почему мы просили посмотреть грустные истории? Мне так грустно стало внутри. Майни, вновь с вами. Всем привет, и сегодня с реакцией на Мистери Форса, который вам дико заходит, и мне дико нравятся видосики Димы, и называется видос ТОП-13 грустных пасхалок в играх. Вы просили посмотреть это видео, и чё, не буду тянуть? Наконец-то серость за окном. Вот это вот слякоть, грязь, пуховики, короче, вот это вот всё. Самое время выпускать грустный ролик, подумал я. Кто не знает, да, примерно в это время, осень-зима, я каждый год выпускаю ролик на тему грустных пасхалок. Но сегодня у нас будут не только пасхалки, сегодня у нас будут ещё детали, секретные квесты. В общем, на самом деле, что смог накопать, то и будет. Пасхалок грустных оказалось не так много в играх, поэтому выкручиваюсь. Ну и начнём мы, давайте, с самых простых и, по сути, однотипных секретов. Это могилы реальным людям. Очень часто в играх добавляют, как это ни странно, тех, кто был причастен именно к разработке игры, ну или долго проработал в команде. А как вот, например, Крис Эдвардс из Rockstar, который приложил очень много усилий в GTA V. На самом деле, такие мемориальчики небольшие в играх, это, ну это крутая всё-таки дань памяти. Хотя бы уж, ну, оставили среды в истории. Ну, как бы, я считаю, что это круто. Он также был вовлечён в разработку Max Payne 3, Л.А. Нуар, GTA, GTA, City, Stories. Он был дизайнером, он был художником всех этих игр, и на момент выхода GTA V он был ещё жив. Но перед выходом как раз обновлённой версии, которая выходила для консоли нового поколения, в общем, он скончался. И Rockstar вот решили оставить о нём такую память. В Jazz Coast 4 разработчики добавили нечто похожее, но тут уже посложнее. Во-первых, памятников очень много. Во-вторых, тут явно не все являются разработчиками. Потому что тут есть вот такие вот мемориалы. Один посвящён Кларе, которая на момент смерти была около 13 лет. И мистеру Ди, которому на момент смерти было 12. Возможно, это были дети одного из разработчиков. Скорее всего, это были питомцы. Возможно, частенько проводили время в офисе. Но я почему-то больше склоняюсь к тому, что это были животные. Имя Клара, конечно, подходит и к девочке. Ну вот Акира, Эмма. Скорее всего, это были питомцы. Мистер Ди, согласитесь, странно как-то для ребёнка. Хотя если вы, конечно, скажете, что это не странно, и что я идиот, называющий детей животными, покажу вам ещё вот могилу Грязного Дэна, которому на момент смерти было 6 лет. Не думаю, что маленького мальчика называли Грязный Дэн. Ну да. Ну ладно, даже если называли по приколу, блядь, вряд ли бы маленького мальчика, которого по приколу называли Грязный Дэн, увековечили с такими наименованиями в игре. Так что, да, давайте будем думать, что это были животные. Возможно, пёсики, возможно, собачки, может быть, черепашка, попугай, рыбка. Ну и последнее. Мемориал, который посвящён человеку, реальному человеку, находится в игре Мордхау. Если зайти на карту Кэмп и выйти за пределы лагеря, можно будет найти могилу, на которой будет лежать цилиндр. Чёрный цилиндр, больше ничего, никакого имени. Однако и этого хватает, чтобы понять, кому была создана эта могила. Незадолго до выхода игры скончался известный критик и комментатор игр Dotal Biscuit. У него был также канал на Ютубе с аудиторией в 2 миллиона человека. И там он как раз очень любил освещать подобные вот Мордхау инди-игры. И сейчас мы могли бы перейти... к игровым грустным историям. Но для начала хотел бы рассказать вам весёлую историю. А сидел я, значит, на днях дома. Думал, во что мне поиграть. Если уже все новинки пройдены, в принципе, скучно. Круто когда-то много игр, на самом деле. Вдруг в комнату на полном ходу, вы не поверите, врывается танк. И вот мгновение спустя я уже сам на танке. Ну вообще, жёстко, жёстко. Какой-то пиздец. Так, я, естественно, отошёл уже давно. Не жизнь, а реальность от геймплея. Уже давно, но я помню, что когда записывал, пообещал сам себе выговориться на этот счёт. Поэтому прошу прощения. В общем, Watch Dogs 2. Далее у нас вообще в ролике пойдут уже внутриигровые истории, поэтому... И первая такая история находится в районе, напоминающем Гроув Стрит. Должна придумать всё равно про эти мини-истории и так далее. ...за которым будет находиться щиток от видеокамер, которые находятся в гараже. Подключившись к ним, мы увидим сидящего без сознания за рулём человека. У него будет лежать смартфон в руке и с помощью как раз вот этого вот смартфона, вернее, с помощью сообщения, оставленного этим чуваком на этом смартфоне, мы сможем понять всю предысторию о том, что он не смог смириться с чьей-то смертью. Я просто думал, что у меня очки заляпаны, а ими, скорее всего, заляпаны, блин. Ну ладно, это нормально. Ну и решил получить с собой. Но каждую ночь, закрывая глаза, я вижу перед собой майка Насана. Слышу, как люди кричат на меня. Я тоже кричу. Я не могу себя простить. Мне так жаль. И вот тут уже, как бы мы старались позвать на помощь путём всяких бибиколок и прочего, мужик в конце концов задохнётся. Очень обидно, конечно. Очень похожая история есть и в первой части, но там уже так просто к камере не подключиться. Чтоб вы понимали, вот он щиток, к которому нужно подключиться. Такие истории грустные в реальности бывают. Но для начала вам нужно пробежать чуть ли не в другой квартал, там активировать другой щиток, после бежать по линии связи попутно активировать другие щитки и уже потом подключаться к нужному. И всё для того, чтобы увидеть вот такую вот печальную историю. Привет, пап. Давно что-то не созванивали. Ты там как? Дети уже соскучились. Подарок на Рождество тебе выбрали. Представляешь? А Рождество не за гарантией. Время летит. Я за тобой заеду. Погостишь у нас. Ты боишься нам надоесть, но, пап, всё это глупости. Это так обидно. И вот все ж такое переживают. Все переживут смерть своих каких-то родных. Это очень грустно. Я ещё не знаю, как я буду переживать такие ситуации. Это будет стресс на долгое время. Но куда деваться? Смерть — это конец жизни, в принципе. Это часть жизни. Пока. Приходится жить таким. Так, есть что-то я только сейчас вспомнил. Я забыл показать вам ещё кое-что. Watch Dogs 2 — это не секрет, это не пасхалка. Скорее, это можно назвать деталью, которую просто не все заметят. Не так давно, как вы знаете, в играх с открытым миром вообще стали появляться животные. Но уже сейчас достаточно они не глупы. Искусственный интеллект в некоторых играх удивляет. И как раз вот я это всё подвожу к тому, что если вырубить или убить хозяина какой-нибудь собачки в Watch Dogs 2, она сначала испугается, но потом вернётся и уляжется рядом со своим хозяином. И первого своего подобного я вырубил электрошокером, что было не так грустно. А вот второго я случайно огнестрелом. Чего сценка стала и правда очень грустной. Ещё и мозгу грустную поставил. Я проверю пульс, но тут без шансов. Дима, ты козявка. Ты знал это, Дима? А ещё я тут нашёл информацию со скриншотом о том, что на кладбище можно будет найти пёсика, который в одно и то же время приходит к могиле своего хозяина. Я пошёл искать этого пёсика, чтобы, естественно, показать его вам, но не тут-то, блядь, было. Я приходил сюда раза 3-4, может быть, даже 5. Проводил тут весь вечер с полной уверенностью, что я нахожу всё той самой могилы. И нет, могила реально была та, вот только это нужно было делать не на закате, а на рассвете. Да, именно утром этот пёсик, каждое утро, в общем, он приходит на могилу, где, скорее всего, покоится его хозяин. Вообще, все вот эти вот приёмчики с животными, это, конечно, круто, это грустно, но согласитесь, сделать грустную историю с пёсиком намного проще, чем с человеком. Да, тут на самом деле я соглашусь. Люди испытывают эмпатию к домашним животным, ну, особенно к чужим домашним животным, намного больше, чем к чужим людям. Ну, сами заметьте, потому что это животные, они всегда такие-таки, типа, беззащитные, наивные, чистые. А когда ты, как бы, что-то случается с чужим человеком, ты живой, типа, ну, я живой, не знаю, ну, там, типа, то, тыры-пыры. То есть, должен быть какой-то бэкграунд для грустной истории. Однако, тут и такие есть. Примерно вот в этом месте на карте можно будет найти одинокую хижину. Она будет заперта, но путём нехитрых махинаций её всё же можно открыть. И вот, зайдя внутрь, мы обнаружим двух мертвецов, которые, как можно понять из записки, которая оставлена в тумбочке, являлись детьми. Записка была написана их матерью, и в ней она просит их не отвечать никому, кто вдруг придёт к дому, или кто будет притворяться тем, что он их знакомая. Она закрыла дверь и ушла за людьми, которые, по всей видимости, украли их деньги. Оставив еды и воды на несколько дней, мать пообещала вернуться на следующий день, но... Не вернулась. Как мы можем понять, её, видимо, эти люди либо убили, либо взяли в плен, сами понимаете, для чего. Но детям просто не хватило сил либо выбить дверь, либо выбить какие-то окна. Поэтому они просто легли вместе и в полном истощении, практически утратив надежду, скорее всего, всё ещё ждали, когда их мать вернётся, или хоть кто-то... ...откроет дверь. Такс, ну и... Как бы они вас, возможно, не закупали, но мы снова возвращаемся к пёсикам. Кто играл в Far Cry 5, тот наверняка помнит вот этого вот чувака. Его звали Бумер, и он был вашим напарником на протяжении всей игры. Да, я его играл, кстати. Чуть позже выходит Far Cry New Dawn, где действия происходят, а в недалёком будущем. И вот в этом недалёком будущем, как вы понимаете, Бумера уже нет в живых. Собаки сами по себе живут недолго, а тут ещё у него апокалипсис был. И непонятно, от чего именно умер Бумер, какой-то с каменной вставкой, но её можно убрать, кинув какую-нибудь гранату. После чего отчёт его будет видно, что тут похоронен ваш бывший напарник. И если вы думаете, что это всё, нет, пёсики продолжаются. Ну блин, не поймал. Возможно, вы видели серию Футурамы, или же вы видели мой ролик, в котором я... Обожаю Футураму. Господи, Футурамо один из лучших мультфильмов, которые я смотрел. Я его весь посмотрел вместе с Катей. Я очень советую всем посмотреть Футураму. Классный мультфильм. Ну, главное, только не супердетям. Типа, хотя бы, чтобы в 16 было желательно, конечно, ребят, чтобы уже более-менее было сформированное такое психическое состояние. Там как бы нет прям жестяка, но всё равно. Я рассказывал о серии Футурамы, в которой главный герой Фрей находит своего питомца в окамене... А почему Фрей, а не Фрай? Ну ладно. Вам видели. Хоть будет Фрей. Ну, неважно. И когда у него появляется шанс разморозить Сеймру, так зовут пёсика, он передумывает, узнав, что возраст его на момент заморозки составлял 15 лет. То есть без Фрея он прожил 12. И именно поэтому Фрей решает оставить всё как есть, потому что Сеймру уже... Фрей, конечно, уши режет, но я понимаю, что я сам сейчас так ошибаюсь, потому что вообще винить автора не буду. Фрей так Фрей, все мы просто знаем, что Фрей и всё. Да, и тем более за 12 лет, скорее всего, просто забыл Фрея. Но потом нам показывают те самые 12 лет Сеймра. Как он ждал его, как Хатико. Да, это была такая грустная серия. Да, я помню, даже как много смотрел первый раз. И мало кто не согласится, что это одна из самых грустных серий в мультсериалах вообще. И к чему я вообще рассказал об этой серии, тем более снова, к тому, что в Fallout New Vegas можно будет найти точно такого же окаменелого, ну или закаменелого пёсика. Ааа, реально. Сейчас будет радость для всех, потому что Игорь вернулся. Да, тот самый Игорь, у которого не было патронов и у которого их по-прежнему в принципе нет. А кто вдруг не в курсе, я когда-то давно делал выпуски по Fallout 4 и скачал для этого сейв, где главного героя звали Игорь. Зрителям он понравился почему-то, но потом я поменял компьютер и Игорь рипнулся. Но благодаря зрителям, а в частности вот этому чуваку, Игорь снова живой. Вот это да, неплохо. Так что я лично очень даже рад, правда, я не помню, где я плачил, в прошлый раз нашелся кляпой крутой. Тут он у меня в труселях бегает, как вы можете заметить, но не суть важна. Возвращаем музыку и погнали. Вообще не знаю, можно ли назвать это грустными пасхалками, грустными секретами. Это скорее грустные истории, которые спрятаны в мире игры. И первая из них находится на локации свалка Джека. Тут неподалеку можно будет найти жилой дом с компьютером на втором этаже. Включив его, можно будет найти несколько записей, оставленных отцом семейства. Оставлены эти записи были до взрыва, и в них описаны проблемы, с которыми столкнулся отец при строительстве бомбоубежища. Это обычный... Понимая бомбоубежище, в итоге не помогло. Это так... Капец. ...все, что можно было, установил вентиляцию, а также поделился своими переживаниями по поводу того, что не знает, как рассказать об этом своим детям. Спустя месяц он оставляет новую запись, в которой рассказывает о проблемах с вентиляцией, которая работает только при включенном снаружи генераторе, который непонятно почему пару раз отключался. Но мужик вроде как все починил, и надеется, что это больше не повторится. через полтора месяца после последней. В ней говорится о том, что все уже готово, все припасы собраны, генератор работает, и дети также подготовлены, так как заучили на всякий случай стишок. В перевернутом вагоне за мастерскую заберись, залезь наверх и в люк спустись. И вот тут я не понял, то ли дети у него... Я умный, то ли все-таки я реально тупой, потому что... Ну я в каждом ролике говорю, что я тупой. Это, по-моему, блядь, уже становится больше, чем очевидно. И это к тому, что я еле-еле нашел этот трейлер, блядь. И вот, забравшись внутрь, можно будет увидеть довольно жуткую и в то же время грустную картину. Это два скелета, мужчина и женщина, и две могилы с игрушками детей. То есть, родители, по сути, беспомощно наблюдали за тем, как их дети умирают от истощения и нехватки воздуха, и сами, не имея уже особых сил, выбрали своим детям, собственно, ручную могилу, после чего легли вместе и обнявшись, стали дожидаться своей смерти, понимая, что вряд ли уже кто-то придет. Хотя, я думаю, надежда была, потому что тут есть радиоприемник, с которого отец передавал сигналы, а один из них можно будет услышать, если прийти к вышке, которая находится неподалеку. Вот насколько, вот как бы не любили Fallout, не любили бы многие подобные игры, но все же видно, что были там разработчики, были там люди, которые с такой огромной душой что-то делали, хотели передать какую-то историю, передать какую-то, показайте, частичку жизни, вот такой, и это круто, на самом деле, я респектую тем, кто делал Активировав передачу, нам станет доступна радиостанция, на которую, собственно, и отправлялись сообщения, и я не знаю, почему не добавили субтитры, но если не дословно, в сообщении говорится следующее. Если хоть кто-то это слышит, пожалуйста, моей семье нужна помощь. Мы заперты в бункере на свалке Джона, генератор заглох, и люк намертво закрылся. У нас не осталось припасов и практически нет кислорода. Плотно. Это все. Плотно. Вот такая вот грустная история, но она не последняя. Дальше у нас грустная и в то же время... Зачем мы смотрим это видео? Почему мы бы просили посмотреть грустные истории? Мне так грустно стало внутри. Как бы... Я думаю, ну, блин, грустные пасхалки выиграли. Думаю, ну, это же игры, спокойно все будет. А грустно, чувак, грустно, блин. Романтичная история. Узнать все ее подробности можно будет также через компьютер, который находится в заброшенном небольшом домике. Принадлежит этот дом Эдвину, и именно он оставлял эти записи. В них он рассказывает о том, как нашел этот дом, собственно, и о том, как он тут проживал свои одинокие... вернее, не одинокие, не совсем одинокие дни, а с ним была его двуглавая корова-бес, который, так же, как и Эдвину, со временем тут даже понравилось. Ну, а что касается одиночества, почему я об этом сказал, во второй записи Эдвин вспоминает свою девушку Аннику, вспоминает о том, как она наставила на нее дробовик, это было их первое знакомство, и вспоминает, что ее нет рядом уже больше 10 лет. Все, что у него осталось от нее, это медальон, который он бережно у себя хранит. И также из записи становится понятно, что не всегда все гладко у него здесь. Несколько аномальных насекомых доставали без, и Эдвину приходилось прогонять их иногда. Для этого он даже создавал ловушки, которые помогали более-менее жить спокойно, но только у территории дома. Все, милые коровушки свои, вот, хозяйственный мужик. как они тут же налетали, из-за чего однажды он даже перевернулся, ну, на лодке. Эдвин поделился этим также в своем дневнике и заметил, что медальон куда-то пропал. Подумав, что он выпал на неудачной рыбалке, он, по всей видимости, решился отправиться на поиски, потому что это была его последняя запись. И вот, если мы отправимся вглубь озера, прямо под лодкой мы и правда найдем мертвое тело, несколько чемоданов и медальончик в руке, который можно достать, можно забрать себе, можно продать, можно положить в сейф, а можно оставить его там, где, скорее всего, он и должен быть, то есть вместе с Эдвином. Но что касается, кстати, бес, ее постигла не менее грустная судьба, так как ее тело можно найти рядом с домом. И с помощью Эдвина она, видимо, недолго протянула и ее просто загрызли те самые насекомые, от которых самостоятельно она никак, ну, не могла уберечься. Да тут такие насекомые, от них бы люди могли бы уберечься, насекомые с размером вот таким, типа, ооо, мы такие маленькие милые насекомые. И все, в игре еще можно будет найти рейдера, к которому можно даже проникнуться. Для тех, кто не знает, кто такие рейдеры и почему даже, чисто преступники. рейдеры это такие чуваки, которые в мире игры занимаются тем, что вечно грабят, вечно насилуют, вечно убивают и, вы помните, а так вот, если покраситься как одну из рейдеров у могилы, можно будет услышать его речь. Однако, догадайтесь, что у меня, естественно, он, блядь, молчал. Изначально я вообще просто пытался к нему хотя бы подкрасться и у меня не получалось, так как Игоря постоянно болеет. Потом я сделал вот так и покраситься уже стало проще, но он все равно, блядь, молчал. Если вы скажете, что он молчал, потому что активирована невидимость и игра просто не считывает мое нахождение рядом, я отключал код, когда уже был вблизи, нихуя. Короче, я вам просто переведу ролик с интернета, думаю, суть вы словите. Я не знаю, когда я плачу. Это только вы или я. Ничего личного. Да, это очень хорошо. Не думаю, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, я не знаю, вы че, вам, ну, наверное, может, не видно из-за меня, блин, я потупанул. Давайте я прочитаю, что-то. Ненавижу умолять, просто ты или я, ничего личного. Боже, надеюсь, в следующий уйдет спокойно. Просто не думай об этом, сохраняй спокойствие. Не твоя вина, ты сделал то, что сделал. Должен быть конец всему этому. А сейчас я должен делать то, что должен делать. Не до конца я понял, что он хотел это сказать. знаете, я вот всегда как-то разделял всех собак от собак вот таких маленьких созданий. У меня всегда было подозрение, что они менее преданы, менее более капризны, вернее. Может быть, это какой-то, конечно, стереотип, думал я, но я, блядь, у нее на глазах укандушил хозяина, она отбежала и за минуту смирилась с кончиной своего хозяина. Но на этом все, не забывайте про колокольчик. Не, ну йорки, кстати, очень преданные, вот йорки преданные, вот не знаю, как всякие чухахуа, но вот йорки вполне себе. колокольчик уже скоро добьем 350 тысяч. Вот так круто. Жуткие мультфильмы. Кстати, колокольчик, это очень важно, поэтому, если вам понравилось это видео, нажмите на колокольчик на канале Mystery Force, также вы можете нажать на колокольчик на моем канале, но если вы вообще впервые на моем канале, подпишитесь на него, поставьте лайк, видосику, напишите комментарий, чтобы попасть в мой ролик и не забывайте, не забывайте, что не забывайте, а, колокольчик я уже говорил, да. А, у меня еще есть магазин с играми, ссылка есть в описании и в комментариях, и за каждую покупку я вам расписываюсь на страничке ВКонтакте. Для этого откройте свою стенку и напишите номер заказа мне в личные сообщения. Вот такие вот дела. Видео было грустное. Видео было грустное. У меня просто такое хорошее настроение, поэтому, если у меня еще было, блин, плохое настроение, я бы просто сплакался. Зачем вот так делать, ребята? Видео грустное, и я, честно, может быть, даже если смотрел бы один, возможно, сплакнул бы. Как бы сложно, когда ты сейчас очень и на камере одновременно, ну, то есть, вот так вот. И как-то при всех не плачешь. Стыдно чуть-чуть, но видео грустное. Некоторые истории прям до мурашек пробирали, прям до нутра. Вот, все. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Мистер Форса. До скорых встреч. Не прощаемся. Скоро новое видео, как всегда. Всем удачки. Всем пока.